В Лобни состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Народного Единства. У праздника, который вся страна отмечает 4 ноября, народный колорит. На сцене хороводы, песни и танцы в ярких костюмах, а также небольшие экскурсы в историю праздничной даты, которая появилась в календаре в 2005 году в память об освобождении Москвы от польских интервентов, народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В исполнении солистов и творческих коллективов городских учреждений культуры прозвучали песни о любви к родине, родным, близким, о сострадании и готовности прийти на помощь тем, кому необходима поддержка. Конечно, время сейчас непростое, мы это знаем, но мы страна победителей, мы уверенно движемся в правильном направлении. Ни в одном городе Московской области, может быть, я не все видел, но то, что я видел, я видел много, нигде так не поставлена работа. С поддержкой семей мобилизованных, самих мобилизованных, со сбором гуманитарной помощи, как в нашем городе. Мы живем в нашей любимой огромной стране, многонациональной. И мне кажется, это само собой разумеется, жить вместе, рядом друг с другом, бок о бок, и решать общие задачи и проблемы, это и есть одна дружная семья, народное единство. Гляжу в озеро синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственное зову. Надо начинать со школы, надо начинать с детей, потому что дети, они воспринимают все, что говорит учитель, именно с той позиции, с которой это необходимо. И если в школе правильно преподается это все, то они, естественно, дома передают эту информацию своим родителям. Родители начинают задумываться над этим и тоже, скажем, проникаться вот этими праздничными настроениями. Торжественное собрание совпало с важной для города юбилейной датой. Накануне Дня народного единства свой 90-й день рождения отметил почетный гражданин города Лобня Евгений Николаевич Воробей. Он родился в Белоруссии, испытал на себе три года немецкой оккупации в течение девяти месяцев. Вместе с семьей находился в партизанском отряде, был ранен, выполняя боевое задание. Я пережил войну, и когда объявили войну, никто не поехал ни в Америку, ни в Англию, никуда. Все пошли, кто на фронт, кто в лес партизаны, защищать свою родину. Единым фронтом и украинцы, и грузины, и армяне, все-все-все, Советский Союз. Так что и сейчас мы должны только так, единым фронтом защищать свою родину. Почетный энергетик России, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, многолетний председатель городского совета ветеранов, принимал поздравления от губернатора, главы города, от друзей и коллег, которые не перестают восхищаться оптимизмом, стойкостью духа и жизнелюбием юбиляра. Отчего так в России березы шумят? Отчего белостольные все понимают? У дорога, прислонившись по ветру, стоя, и листву, и листву так печально кидают. Наталья Приловская, Сергей Мельников, Денис Рокин и Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».